приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня друзья в этом видео мы с вами делим внимание народным приметам на 7 декабря в этом видео поговорим о церковном календаре поговорим о народном календаре также удели внимание тому что можно и чего категорически нельзя делать в этот день 7 декабря знаете 7 декабря все мы с вами будем вспоминать великомученицу екатерину также все екатерины 7 декабря празднуют чествуют своего ангела но мы с вами вернемся к великомученице екатерине знаете о екатерине александрийской которая жила на рубеже третьих и четвертых веков известно что она родилась в богатой семье правителя александрии это было необыкновенно красивая образованная и отважная девушка она много читала изучала труды философов интересовалась вопросами медицины владела ораторским искусством и умением убеждать когда пришла пора выйти замуж девушка заявила родителям что ее супругом может стать далеко не каждый и дело было не в богатстве а именно то что это человек должен быть красивым образованным и мудрым однажды екатерина повстречала сирийского монаха который сообщил что жениха она найдет с помощью иконы девы мария екатерина приняла крещение стала подолгу молиться перед иконой однажды во сне она увидела богоматерь с младенцем на руках он дал ей перстень и улыбнулся проснувшись екатерина обнаружила на пальце сияющее кольцо в это время в александрии находился император макси милиан принимавшие участие в жертвоприношениях екатерина пришла в капище и обратилась к императору она призвала его отречься от идола поклонничества правитель был настолько поражен красотой смелой девушки что у решил уговорить ее отказаться от слов после этой встречи супруга решила поговорить с императором и попыталась его склонить в христианство за что была казнена максимально максимилян предложил екатерине отказаться от веры и стать его женой но видео непоколебимость приказал обезглавить по легенде из раны вытекла не кровь а молоко после казни тело девушки исчезла согласно по веру его унесли ангелы на самую высокую гору синайского полуострова через три века монахи повинуясь видению нашли останки великомученицы и опознали их по кольцу также обращаем ваше внимание что у нас с вами продолжается рождественский пост соответственно действуют запреты на любую пищу животного происхождения в том числе молоко яйца и рыбу также обращаем ваше внимание что строгий пост поэтому будьте внимательны если вы конечно же соблюдаете этот пост если нет то может только попробовать хотя бы день-два а потом сами для себя решить вы должны понимать что к посту люди должны приходить сами осознанно не потому что так это надо или так кому-то хочется показать это модно нет это уже внутреннее ваше состояние но в народе про 7 декабря праздник назвали екатерина санница екатеринин день екатерина жена-довица поскольку именно к этому дню на руси наступали морозы и устанавливался уже настоящий санный путь великомученица екатерина считается покровительницей брака ей молится хороших женихах и невестах о семейном благополучии и при трудных родах в день екатерины саницы наши предки устраивали гонки на санях на интерес или на спор те у кого водились деньги делали немалые ставки среди детворы было свое поощрение победителю санных гонок его проигравший вез в гору день вообще 7 декабря считался началом зимнего извоза поэтому торговцы занимались подготовкой товара с которым отправлялись в дальний путь на этот праздник девочкам рожденным 7 декабря крестные мамы и бабушки слали подарок обязательно санки с куклами ну а тем кто хочет обрести счастье браки советуем посетить в этот день церковь и поставить свечу к иконе святой екатерины в этот день адресное обращение к святой многократно усиливает пожелание а значит и задуманная получит шанс воплотиться в реальность ну а сани у наших предков служили серьезной подмогой на крестьянском дворе на екатерину саницу их было принято скатывать с горы еще пола полагалось катать весь деревенский лед девушки старались прокатиться в одних сани с любимым человеком верили что это сделает их союз крепким молодожены 7 декабря находились в центре внимания перед их домом клали вывернутый мехом нарушу тулу по которому они должны были обязательно пройти именно такой вот обряд помогал уберечь семейное счастье от дурного глаза ну а девушки пекли колобок хлеб круглой формы и катали его по убрусу полотенцу украшенному вышивкой которая являла частью головного убора замужние женщины с одной стороны у бруса клали вещь любимого а с другого ржаной колос вечером на екатерину было принято года девушки мечтающие о замужестве сажали в катки молодые ветви вишни если веточка расцветет к новому году или к рождеству то в следующем году ее хозяйка под венец и пойдет также ветки вишни девушки ставили в воду чья расцветет 1 то и замуж скорее выйдет мужчине стоит попросить святую екатерину александрийскую одарование трудолюбов и трудолюбивой жены которая не будет лениться станет верным спутником жизни особое внимание и подсчет беременным женщинам к удачи для того кто будут соблюдать данное предписание также в этот день возле икон ставили три свечи для того чтобы рот не прерывался также наши предки в этот день уделяли особое внимание народным приметам для них было очень важно понимать и знать как же пройдет зима если погода ясная 7 декабря то зима холодная будет если же тепло за окном то морозы ударит во второй половине декабря на оттепель или туман предвещает сильное похолодание которое наступит уже после варвариного дня напоминаем день варвары 17 декабря если до этого дня еще не выпал снег то следующий год будет неурожайным коровы трясут задними лапами к морозам если луна в круге находится то будет оледенение ну а звезды маленького размера размера ожидается снегопад именины в этот день отмечает александр алексей григорий евгений екатерина иван корнилий марк митрофан михаил и порфири обязательно поздравьте именин с днем ангела с их праздником ну и конечно же не забудьте поздравить екатерин если есть такие в вашем окружении обязательно поздравьте и скажите самые добрые слова ну а люди рожденные 7 декабря полу знаку зодиака стрелец считается что эти люди обладают веселым и легким нравом умеют радоваться жизни находить позитивные моменты даже в неудачах в качестве талисмана им подходит оникс цвет камень вдохновляет в делах придает душевное равновесие и уверенность в себе а талисманами является анг или коптских крест это древний египетский иероглиф изготовлены из серебра может быть прекрасным амулетом и принести своему обладателю счастье если вас часто окружают люди общение с которыми вы хотели бы прекратить или ограничить то можете самостоятельно изготовить себе оберег из простой еловой или сосновой шишки не имеет значения какой формы он будет важно лишь что из чего он сделан и какие пожелания вы в него вложили а также обращаем ваше внимание те кто родились на свет 7 декабря рекомендуем приобрести кулон из оникса так как он способен отрезвить мысли придать решительности сделать человека более настойчивым проницательным и мужественным а вот сны и увиденные в ночь 6 на 7 декабря должны продемонстрировать насколько грамотно вы расходуете собственную энергию в целом сновидение этой ночи нужно понимать не как руководство к действию а как оценка вашего поведения и возможность подкорректировать его так если во сне приснившийся в ночь с 6 на 7 декабря вы видите какие-то элементы борьбы спортивной боевой обратите внимание на то чем она закончится если вы одержите победу значит ваша энергия не утекает в черную дыру и вы все делаете верно если в сновидение к этой ночи вы окажетесь в роли проигравшего необходимо мысленно прокрутить историю до победного конца попытаться найти выход из ситуации обратить ее в свою пользу таким образом удастся прокачать свои внутренние силы и направить энергию в нужное русло ну а если же во сне в ночь 6 на 7 декабря вы увидите собственную гибель в реальности вам необходимо будет круто поменять свои планы если двигаться по тому пути что вы наметили к сожалению не минуем провал что же можно было делать 7 декабря по народным приметам знаете в этот день 7 декабря молодым девушкам которые мечтали найти достойного мужчину и выйти замуж надо молиться святой екатерине мужчины же должны поститься и просить бога дать им трудолюбивую и неленивую жену в день святой екатерины необходимо не переедать лучше сделать выбор в пользу каши ржаного хлеба супа и тушеных овощей с этого дня сани становились основным способом передвижения и в современной мире мало к тому мог себе позволить кататься на санях однако чтобы не нарушить традицию в течение дня постарайтесь как можно больше ходить это очень важно возможности прокатитесь на санках с горки во дворе чтобы избавиться от тяжелых мыслей тогда по народной примете зима будут удачной и даже полный приятных сюрпризов сегодняшний день 7 декабря старайтесь провести в мирном и в хорошем расположении духа и считается что тогда святая мученица екатерина александрийска подарит скорую встречу со второй половинкой и давайте поговорим о том а что же нельзя было сделать 7 декабря в день катерины в санице и так самое важное друзья что нельзя делать в этот день это делать нельзя делать ремонт обуви поскольку согласно народным приметам она очень скоро порвется кроме того 7 декабря не рекомендуется надевать новую обувку замужним женщинам иначе муж начнет изменять не стоит день катерины саницы много передвигаться на транспорте исключение делается только саням который с этого дня для наших предков становились основным средством передвижения на руси даже была традиция 7 декабря устраивать катания на санях на передние садились молодожены и которые ехали к свекрам а за ними уже следовали все остальные езда сопровождалась песнями и громким смехом конечно же в нашем современном мире мало кто может себе позволить кататься на санях однако чтобы не нарушить традицию в течение дня надо постараться больше ходить по возможности можете прокатиться на санках с горки во дворе чтобы избавиться от любых негативных мыслей и считается что тогда следующие полгода будут для вас приятными удачными и интересными также в этот день нельзя родителям дарить санки своим детям именно в этот день 7 декабря это должны сделать бабушки дедушки или крестные тогда подарок прослужит верой и правдой долгие годы даря детишкам счастье и радость также в день катерины саницы не стоит мести утром пол так как можно выместись дома достаток и благополучие также не рекомендуем и пылесосить в этот день лучшую уборку перенести на послеобеденное время незамужним девушкам нельзя ни с кем ссориться и злиться поскольку негативная энергия притянет к себе не чистую силу которая помешает достижение успеха как в любви так в учебе и конечно же в работе нельзя 7 декабря стирать и вещи руками так как можно подхватить какие-то плохие мысли которые посещали те кто носил эту одежду лучше постирать грязное белье в стиральной машине тогда вода смоет весь негатив негатив который скопился на вещах вообще постарайтесь сегодняшний день провести в мирном и в хорошем расположении духа даже если вам что-то тяжело возможно вам что-то и не нравится также все не стоит злиться не стоит ни с кем ссориться даже если вашем окружении есть люди которые вернете прямо руки чешутся чтобы сами поругаться поспорить и так далее помните о том что такие люди есть всегда а нам нужно быть мудрыми и более спокойными вот такой друзья у нас с вами день 7 декабря по народным приметам и по церковному календарю с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь наш канал обязательно ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви гармонии но прямо сейчас на экране друзья вы видите два всплывающих окна это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которое вам больше на интуитивном уровне понравилось и смотрите всех мыслимых и немыслимых благ друзья услышимся уже буквально в следующем видео